Сегодня ночью украинские военнослужащие обстреляли горловку крупнокалиберной артиллерии. В результате огня люди потеряли свои дома. 24 августа около половины 12 ночи в кухне квартиры дома по адресу улица Поля Робсона, 18, попал снаряд, выпущенный со стороны ВСУ. Разорвался снаряд уже в квартире. Дети одна спала на этой кровати, другая сидела в кресле смотрела по компьютеру кино, а я спал и супруга. Это прям в оконный проем попало, да? Да, тут стенки у нас были, тут стена, тут стена, ванна была и все там, стены, все вынесло. Все вынесло. Дочку стеной накрыло, чтобы оттопали ее, старшую. Ну я тоже ее достал, мне ноги заводило, все. Никто не пострадал? Нет, слава богу, все живы. Во сколько это произошло? 15 минут 12 ночью. Ты хочешь конь? Это анемина, уже свиста не было. Какой-то снаряд крупный. Жилья нету. И вот дети, надо сейчас с 1 сентября идти, я с 2 девочки, но и 2, с 2, с 2, с 18. Я не знаю, ни вещей нету, ничего нету, ну в общем нету, и квартиры нету, жилья нету. Один из пострадавших домов расположен по улице Черняховского, 84. Жители многоквартирного дома испытали ужас этой ночью. Снаряд попал прямо в крышу дома. Мощным взрывом были повреждены все квартиры. Одна из жительниц возрастом 49 лет получила осколочные ранения в живот и была направлена в реанимацию. Женщину спасти не удалось. Она проживала на первом этаже. Видно, прямо в спальню все вынесла и она бежала к мужу. Она бежала к мужу, да, хотела мужа спасти с дивана. А сама упала возле дивана и говорит, кричит, говорит, помоги мне, помоги мне, говорит, спаси меня. Ой, благополучно. Ни светочки, ничего не было. За что, спрашивается, за что? До каких сфор это все будет продолжаться? Будь ты проклят, сволочь. Сволочь, Господи, за что мы страдаем? Дай мне сейчас взрывчатку. Я бы пошла сама. Вот, взрывала его. И все. Красномордая тварь ты, алкоголик ты несчастный. Господи, за что страдают люди, за что страдают семьи, Господи, Господи. Двое детей тоже вот осталось, сейчас приеду. Вон он, комментарий купол. Вот здесь бежала. Оттуда прилетела. Что еще? Собаки, они есть собаки. В рамках акции «От сердца к сердцу» редакция газеты «Горловка сегодня» в лице директора издания Мещерякова Александра осуществила очередную передачу денежных средств Сергеева Екатерине. В этот раз удалось собрать 14 100 рублей. На текущий момент Екатерине передано всего 28 800 рублей. Спасибо большое жителям России, которые неравнодушны к моей проблеме, которые мне помогают деньгами. Я им очень благодарна, потому что от этого зависит мое здоровье. И каждый из них, который перечислил, как бы вернул мне частичку моего здоровья, поэтому я им очень благодарна. Еще я хотела поблагодарить своих одноклассников, которые мне помогли и очень сильно меня поддержали. Огромное вам спасибо. Сегодня, 25 августа, в Горловке состоялся концерт Академического симфонического оркестра имени Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии. Данное мероприятие прошло в ДК «Шахтеры» и было приурочено предстоящему празднованию Дня Шахтера. Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько поздравил с наступающим праздником и торжественно вручил награды и грамоты лучшим горнякам города. Я очень горд, что я родом из шахтерской семьи, у меня шахтерское образование. Я чувствую себя частицей о вас, потому что, глядя на вас, понимаю, что мы не просто так родились на этой земле. И каждый шахтер, каждый представитель этой профессии каждый день доказывает, что он первый во всем и лидер во всем. И в работе, и в жизни, и, как, к сожалению, показали последние два с половиной года, и в войне тоже. Поэтому здоровья вам всем, счастья, благополучия и, главное, мира. С праздником! Приходько! Будь в курсе последних новостей. Подписывайся на наш канал Горловка Сегодня в YouTube, а также на наши соцсети. Не забудь поделиться видео со своими друзьями. Продолжение следует...